Новый Уренгой растет и развивается. Одна из локаций с активной застройкой – это район детского сада Винниклюзе. За последние несколько лет здесь открылся и сам сад, а также появилось сразу несколько больших многоэтажек. Наполнение района новыми объектами и их жильцами требует обновления и внутриквартальных проездов, а вместе с ними и инженерных коммуникаций. Но в районе Шайбы сделать это оказалось не так просто. Ремонт начался в 2021 году. С первым подрядчиком пришлось нам расстаться. В одностороннем порядке контракт был расторгнут в связи с его ненадлежащим исполнением. Определился новый подрядчик – это Уренгойская городская сервисная компания. Большую часть работ по переустройству сетей выполнили в короткий промежуток. Буквально за месяц на следующий сезон остался небольшой участок. К началу летнего периода приступят уже к устройству дорожного покрытия, к дорожным работам. Закончить работы в этот строительный сезон не удалось. А сейчас доделать ремонт невозможно из-за технических причин. Здесь вот эта ветка газа, которая подходит на те дома на Губкино, она не закольцована. Мы с Сауком разговаривали, она не закольцована. И получается, если ее сейчас обрезать, то дома останутся без газа. Если дома останутся без газа, там очень сложно потом заново запуск. Оставлять дома без газа зимой нельзя. К работам вернуться только весной. Но территория с торчащими трубами и фактически ямой, конечно, просто опасна для всех, кто ходит здесь каждый день. Из-за разрытого котлована есть сложности и с проездом машин. Здесь нужно оградить и обеспечить прямой проезд, какой был до садика. То есть оградить не такой вот этой временной, а поставить нормальный забор. Раз бы сейчас подрядчик взяли на себя ответственность по сетям и в следующий год дорогам. Соответственно, полностью обеспечить обслуживание временных проездов на себя в зимний период. По плану, к июлю следующего года должны окончить ремонт и коммуникации и перейти к дорожным работам. Ну а к концу ремонтного сезона 2023 года полностью обновить внутриквартальный проезд в этом районе. Гюли Димитрадзе, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.